привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и я его автор и ведущий олег сегодня мы второй день разыскиваем бабушку которая потерялась у нас уже сегодня пошел как бы седьмой день после того как она потерялась не знает обыскиваем очередной квадрат поиска все никак не можем найти вот это растение из-за кого из-за в основном из-за которого теряются у нас люди здесь кемеровской области это растение называется лук победный если научное название родовое видовое название лук победный так вообще называется это растение черемша или простонародье у нас здесь называется колба вот идут за сбором этой колбы собирают ее не ориентируются в лесу и теряются мы потом выходим искать их ну ладно это все лирика давайте с вами поговорим о нашей теме о собаках сейчас приходит очень много вопросов в связи с тем что вот открылся сезон поиска возможности отвечать на эти вопросы как бы но у меня не так уж и много потому что основное время находимся мы в лесу именно напомним на поиски домой приходишь уставший уже не то что там отвечать даже читать письма не успеваешь с учетом того что и приходит по 600-900 штук в день то есть иногда я даже просто ну не успеваю отслеживать почту и так но вот сконцентрируясь на том что сейчас очень многие наши заводчики собак приобрели щенков и задают мне один и тот же вопрос как отучить щенка чтобы он не кусал вас за руки а делать это все очень просто на самом деле то есть ну вы не очеловечиваете особо вот представьте себе если щенок начинает кусать за соски там да например прикусывать там или начинает ее сильно прикусывать во время игры что она будет с ним делать естественно ему ответит ну нету такого совершенно гуманного способа с щенком чтобы договориться с ним это же не человек поэтому перестаньте очеловечивать ну первонаперво перед перестаньте папа подставлять руки под укусы то есть играйте какими-то предметами я уже говорил ты неоднократно говорил не устаю это повторять что играть нужно всегда с собакой с щенком тем более это какими-то игрушками перетяжками веревочками какими-то мячиками то есть под укусы надо подставлять именно эти предметы и самый лучший метод от учения это провокация то есть вот берете руку подставляете конкретно под укус щенок кусает он прекрасно понимает что он кусает сейчас не игрушка кусает вашу руку там или ногу но шлепните вы его понимаете шлепните то есть вы не можете собаке объяснить ой мне больно то есть собака она пытаться будет всегда доминировать и поэтому ваш шлепок это 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 чтобы для вас было спокойнее звучало это это не наказание какое-то то есть это не вы не убиваете тем самым щенком вы не рушите свои взаимоотношения вы все раз вы просто расставляете все точки над и что это моя рука ее кусать нельзя то есть ну либо прищепните либо шлепните по морде следующий раз опять подставляете руку кусает шлепаете по морде вот вот так вот вот папа его и и и и все то есть собаки не больно и она понимает что этого делать нельзя вот и все то же самое с ногами то есть если собака вас кусает за ноги вы берете ее наказываете то есть здесь ну другого не бывает вы либо поощряете либо не поощряете то есть другого не дано 3 не дано то есть еще раз повторю самый лучший способ дрессировки, плохое не замечать, хорошее не поощрять, но здесь это не подходит, здесь подходит именно то, что нужно наказывать. Шлепните раз, шлепните два, да не так, чтобы вы понимаете, вот вы когда шлепаете, наказываете собачку, там имитацию укуса делаете, да, двумя пальцами, или двумя пальцами, либо шлепаете, вы всегда думаете, ой, я, наверное, виноватый, еще раз вам говорю, что ваше состояние, оно передается животному очень сильно, поэтому, когда вы наказываете, наказываете всегда с полной уверенностью, то есть подставили руку, то есть провоцировали именно укус вашей руки, шлепными, подставили игрушку, игрушку можно кусать, пожалуйста, пусть игрушку кусает, руку подставили, укусил шлепными, все, перестали реагировать, не играйте с щенком, то есть, ну, я не знаю, как вам еще сказать, не надо просто очеловечивать, а когда собака вас кусает, это нужно наказывать, вот что нужно делать, итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, перестаньте очеловечивать ваших щенков, мне одна из телезрительниц, одна из зрительниц нашего канала, на ютубе, Катя ее зовут, она вообще представляет, ее щенок такса, обувь в сапоги резиновые, то есть она ходит в резиновых сапогах по дому, маленький щенок, а человек ходит в резиновых сапогах, то есть, ну, вот, собственно говоря, все, что я хотел вам сказать, заслужите доверие, заслужите уважение, у вас все получится, с вами был канал Я и мой хвост, я его автор и ведущий, Олег, спасибо. Молодец, ай, умница моя, молодец, хороший мальчик, да, поцелуемся, так, правильный футболь,